запись и по порядку мистер рацион экономические вопросы целевые проекты на 5 0 4 нынешнего года значит и о чем мы сегодня с вами будем говорить спасибо спасибо я понял все спасибо вам за обратную связь значит естественно я начну с традиционного мы за землю сегодня в ответе скажу спасибо завтра нам дети дети и детей и так далее то есть это не проходящее и я прошу это всегда помню причем это касается не только скорее это касается абсолютно всего поэтому это абсолютно уникальная скажем призыв вопросы на сегодняшний день или на сегодня это skyway капитал персональный комментарий пояснения от меня персональный повторяю вот и еще раз про меморандум про права и возможности про обязанности потому что вопросы дискуссии кавычках значит сейчас как-то вот был немножко поубавился наверное весна уже вошла в силу вот многие просто задают вопросы я не хочу ничего говорить потому что но человек задают вопрос потому что он не знает а он не знает потому что или он первый раз это слышит или он не обращал на это внимание или он был невнимательный вот ввязался в проект а тут вдруг возникли вопросы естественно задав вопрос человек только на мгновение пока он задает вопрос он не знает или мы можем сказать так задающий вопрос кажется глупым на момент задать подачу после этого все нормально он разобрался в этом вопросе и все в порядке это в любом деле так поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы но тем не менее еще раз про меморандум про права и возможности про обязанности чтобы никто не говорил что вы масло все ничего нового не сказали для кого-то я что-то скажу новое и дай бог чтобы это было бы на пользу во благо что я бы выделил стратегии продвижения развития проекта ставить таким образом на таким образом мы пойдем с вами дальше сегодня вопросы будут сегодня помогает мне алексей дьяков на площадке я его заранее поблагодарю чтобы в концепции тени пара не забыть тем более что сегодня после нашего вебинара завершения будет во-первых 20 часов будет занятие по оплайн повторяю да потому что там будет все не просто процедурное повторение там прохождение процедур рекомендую там обязательно поучаствовать кто строит бизнес со skyway я не буду сегодня удаваться подробности потому что расширяется возможности оплайн и так далее сергей дегара спасибо за ссылку так для входа на этот на это занятие и после после этого занятия будет она будет где-то минут по моему на 35 на 40 не больше если не меньше сергей там скажем скажет и после этого будет еще телемост сегодня в 21 час по московскому времени телемост грузии азербайджан где я тоже буду числе наших представителей буду отвечать там на вопросы комментировать и так далее и так дорогие друзья пойдемте дальше значит мои комментарии адресный проект и грузовой транспорт вы знаете проскочила значит информация кто следит за нашими информационными каналами rsv systems и капитал то прошло что про грузовой транспорт значит про юнитрак который юнитрак по моему у 4-192 по моему какой то сейчас я увижу вот до 4192 но значит показывается что есть различные аналоги но суть главное не то что наш наш этот самый юнитрак покрасивее будет да и эстакада приличная суть в другом суть в другом в том что у нас применен абсолютно новый метод струнного 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 укрепления трасс чего нету на этом рисунке или на этом снимке которые вы видите здесь этого нет поэтому здесь идут опоры опоры достаточно мощные несмотря на то что здесь вообще передвигается кое-что по нему по трассе и в расстоянии между ними достаточно большие то есть небольшие вот и большой груз и большие скорости сюда не поставишь этим это самое основное принципиально технологическое отличие не буду даваться сейчас другие подробности и мы видим каково значит изображение юнитрака который и почему юниконт извиняюсь почему он значит уникален и что в этом что это дает вот сам морской контейнер весь мир заполонен морскими контейнерами то есть основные грузы большинство самая большая масса двигается именно морских контейнер 20-40 футовый эти это решение дает возможность подключаться к любому контейнер маломальский там зависит от веса есть свои нюансы да вот так называемое решение это не какой-то пояс и как это просто специальное устройство который берет контейнер и передвигает его они могут отдельно двигаться могут с контейнером двигаться причем 20 футов длины или 40 футов это вполне реально обслуживание но что у нас еще очень важно чтобы вы знали те кто задумывается или приглядывается к адресным проектом это то что проект именно технология сковей она позволяет обрабатывать контейнеры прямо с судов прямо с судов и поэтому это очень большая выгода для портовых работников недавно мы встречались здесь значит с портовыми специалистами которые очень сильно заинтересовались этим делом здесь у нас вот и они сами отметили скажем вы не представляете какая экономия времени и безопасности благодаря тому что технологии позволяет прямо судно работать контейнером причем петлевым методом по петле петля двигается по петле не прямо снимается а по петле двигаются контейнеры контейнеры вот эти значит уникон которые возят они двигаются по петле вот таким и это дает возможность очень сильно и это я вот я считаю я сказал что это делюсь своими представлениями и своими мыслями я считаю что это одно из ну скажем наиболее активно предполагаем развивающий который будет развиваться направлений потому что и другое то что наши технологии и наше кб ну естественно во главе с анатолий даровичем юницким они предусмотрели так называемым модульное решение то есть у нас есть модули которыми можно четко сработать в эти контейнеры то есть с модулем грузить потом выгружать перегружать на другие трассы и так далее то есть это дает возможность вписаться и сотрудничать уже сопрягаться с существующими другими видами транспорта и перевозок и очень важно то есть мы не отдельно мы не отцеплены мы ни с кем не соревнуемся как хорошо сказала я сейчас слушал вместе с вами что говорили найди на индонезийской выставке представитель skyway девушка из индонезии на английском языке и она очень четко говорила что сотрудничество мы ни с кем не соревнуваться мы смотрим где мы можем сопрягаться существующими видами транспорта или перевозок людей грузом не важно где-то это важно где-то нет в целом не важно вот и поэтому для нас важнее предложить решение именно каких-то задач это надо учитывать это одно из таких существенных моментов и задумок так владимир владимир по друзей информация была может ли вы немного рассказать про азербайджан по этой стране вроде информации не было ну что я могу сказать почитайте я ничего не могу сказать вам азербайджан это сейчас не то место владимир где об этом буду говорить вот теперь усилят и выдержит да и так заложено в 10 раз больше да конечно правильно а 40 тонн выдержит пути путь выдержит естественно все то что необходимо расчетно заложено ведь это все рассчитывать ширина трассы в этих на парке равна одному метру ширина контейнера да так но дело то в том что контейнер не должен быть на ширине за пределы может быть и так далее так что ничего страшного как он будет держаться свисая с пути нет не будет он хорошо он с пути не свисает он будет за пределами то есть все рассчитано не забивайте владислав себе будет очень интересно как будет делать повороты а поворот так и будет делать юниконт ведь видите он то здесь . поворот и здесь . как как сейчас большие значит контейнеры возят точно также устроена кстати салазки или так называемая миром для перевозки контейнеров посмотрите как сейчас это делают на больших грузовых машинах по щитах этот принципе здесь задумано этот уходит раньше он поворачивается контейнер остается то есть это тоже все абсолютно срабатывает эдуардыч контейнера не рассчитана установку по крайним точкам опоры или будут спривного нет нет он спокойно здесь может быть значит рама ведь вопрос то в том что как он стоит контейнер как он не рассчитан он не на точку опирается он соответствующей точке опоры и например при перевозке в его рама абсолютно рассчитана на грузовую нагрузку определенную и естественно мы здесь не видим всего проекта мы просто видим так называем визуализацию возможному решение вот и поэтому опора самой рамы будет достаточная ровно так же как и у автомобилей июня контейнер не надо новых контейнеров гордыщи проектировать эти возить надо которые существуют сейчас мире заполнены все терминалы или многие терминалы стоит на крайне нет нет ни на крайних точках он стоит на определенной площадке на 1 3 или она мой 4 на 1 4 если так разобраться это запрещено правило использование да он невозможно так пойдем дальше дорогие друзья это не тема так вот следующее если мы посмотрим о чем мы хотим с вами сегодня говорить это персональный комментарий пояснения комментарий пояснение по поводу платформы транснет у нас начать и в различных источниках информации проскочила ну как проскочила пошла достаточно полная информация дал был дан доступ к апробационному сайту вот по платформе транснет что эта платформа может дать проекту инвестору кредитору такие вопросы проскакивали да в чем развитие что она где мы развиваемся используя беря в использовании эту платформу и путевой карте проекта по платформе транснет по воду в использовании этой платформы и так давайте будем стрелять по порядку значит что в этой платформе что это уже может дать первую очередь она дает возможность использовать крипто решения для таких ну хотя бы выделим хотя бы четыре основных направлений транспорт инфраструктура скобей это целый программный комплекс позволяющий токенизировать и контролировать эксплуатацию подвижного состава станции других объектов то есть всего все начиная от добычи руды условно говоря и завершая металлоконструкциями или там я не знаю чем чем угодно я примерно привожу такую как бы логику что то есть зарождение то есть от самого скажем так сперматозоида пардон до того каким станет человек но если вот так скажем примитивно сравнить с рождением какого-то изделия в системе транспортной и транспортной инфраструктуры скобей об этом неоднократно говорили и сухадоев и сергей сибиряков поэтому целом система как таковая биржа задач и ресурсов то есть это программный модуль с удобным интерфейсом инструментами для быстрого согласования задач между заказчиками то есть это так называемая обслуживающая среда обеспечивающая начиная от проектирования завершая строительством и сдачи в эксплуатацию и эксплуатации понятно да то есть здесь идет транспорт его структура а здесь уже обеспечение держи задачи ресурсов образование консалтинг это целый тоже комплекс и игра симуляторов или игра и система симуляторов потому что все больше и больше в мире используются различные симуляторы что они дают они дают значительно больше вы знаете да что если человек услышал это одно услышал и увидел это уже дает повышать процент осваиваемости и освоения еще выше услышал увидел руками что-то сделал изменил передвинул еще повышается процент если он это сделал неоднократно если он это проработал на различных задачах решая какие-то задачи у него это уже здесь очень четко усвоилась и это основные скажем для понимания того чем человек занимается для различных разработок например могу привести такой интересный пример вот смотрите ведь очень просто мы как но казалось бы да нам всем очень близко линейные города или поселение будущего если бы мы сегодня начали строить такой город то вы не представляете сколько проблем казалось бы ну что построили вселились и начали жить нет надо смоделировать надо на симуляторах проработать всю организационную социально социально экономическую среду управления и самодостаточность этого поселения города не перенести в эти города больше существующей старой логики старых городов старых поселений когда там абсолютно много там надо отрабатывать то есть это знаете как космос полететь надо сначала на симуляторах или как взлететь потому что это новый вид деятельности его нигде пока нет и настолько все стало умным умные города умные там машины умный телефон и так далее поэтому на симуляторах надо все проработать вот это все база скажем так этой самой площадке или извиняюсь ну да площадке связанной с транснет платформы в танцы значит что она дает проект я уже сказал а инвесторы кредитор инвестор кредитор она дает в первую очередь возможность участвовать в этих проектах участвовать в образовательном процессе участвует в освоении образовательными именно в освоение компетенции переподготовки и так далее и естественно дает возможность в первую очередь не вдаваясь в будущее В первую очередь, дает возможность, скажем так, поучаствовать, ну что тут крутить, приблизить к себе момент истины, когда он сможет, скажем так, часть своих инвестиций в какой-то мере вернуть, если ему приспичило. Таким образом, смотрите, что еще здесь очень важно, извиняюсь, в чем развитие? Развитие уже, ну тут и так ясно, в чем развитие, потому что сегодня это все делается вручную, это все сегодня делается достаточно опасно, можно везде вмешаться в процесс. Для этого, в первую очередь, очень важно именно использование блокчейн-технологии для выстраивания процесса, для рационализации этого процесса, для обеспечения безопасности. Потому что криптование – это есть обеспечение безопасности, в первую очередь, дорогие друзья, и возможность именно модульного использования всех ресурсов. Так, вопрос есть, да, современные контракты, какие, все умные, но просто конструкторы, высшие котировки, касаются Эдуардовича Кличко. Так, Ирина Владиславовна, неужели, считай, что глупела, а, да, пардон, действительно, вебинар ведь не по техническим, а по юридическим вопросам. Ирина Новгород, если вы занимались, вы знали бы эти нюансы, или почему все это живут, которые живут, тяжелые машины, ами, штамены. Ну, давайте не вдаваться, Владислав, сейчас в эти нюансы, почему делают, ну, делают, но это, безусловно, правильно будет, другое работает. Да, да, не забивайте сейчас голову. Вы понимаете, это типа того, что я сейчас бы начал разбираться, почему самолет взлетает. Вот я всегда задаю такой вопрос, но не могу я понять. Железный, вот недавно я очень много, в этом году много налетал, но не могу я понять, как эта железяка, несколько вагонов, людей и грузов залетает на таких клипких крыльях, понимаете? Казалось бы, но вроде не должно работать, поэтому не забивайте себе сейчас голову, это все обосновано, лучше почитайте книгу Анатолия Гардовича «100 вопросов, 100 ответов» и смотрите внимательно записи, которые бывают у нас, которые не бывают, а которые есть у нас, или зайдите на сайт unitsky.com, там все есть. Так, развитие. Смотрите, развитие вот в чем. В первую очередь это у нас идет, здесь нет путевой карты с 2015 года, значит, этот процесс, да? Я взял только для вас отрезок от 2018, 2019 и 2020 года. Путевая карта или дорожная карта, ее по-разному называют, запуск платформы Transnet. Она важна в первую очередь, почему? Потому что она даст нам возможность до конца этого года запустить первый токенизированный адресный проект на базе платформы Transnet через так называемое, ну, скажем, открытое предложение, проведение публичных предложений новых проектов на базе Transnet. Это такая возможность. То есть, условно говоря, можно, ну, приближенно притянув завтра, можно сказать, это площадка для проведения серии, то есть, постоянно проведение ICO. То есть, предложение, открытое предложение, инициация, значит, крипто предложений, крипто решений. Вот. Это запуск этой платформы, она разбита на этапы. Первый этап – это программный прототип комплекса транспортной инфраструктуры SkyWay. Итак, вот. Какая? Это вот эта вот первая транспортная инфраструктура SkyWay. Вот. Вот этот блок. Вся основная работа идет только с этим блоком сейчас, чтобы вы понимали, да? И выходы из этого блока другие. В основном с этой системой, но в этом году только работает с этой. Вот. Далее. Это идет анонс платформы, которая как раз сейчас и произошел. Адаптация комплекса транспортной инфраструктуры SkyWay именно к той площадке, которая разработана и разрабатывается. Впереди интеграция с оборудованием в экотехнопарке и демонстрация программно-аппаратного комплекса транспортной инфраструктуры SkyWay. Я не исключаю, но не мне это обещать, но я так предполагаю сам, что вполне, на мой взгляд, вот как эксперт, я считаю, что ребята достаточно продвинулись в этом деле. И я не исключаю, что мы очень много чего интересного увидим в экотехнопарке летом, в августе, скорее всего, в августе месяце, я так полагаю. И в этом вопросе. Дальше. Запуск первых, вот, вот, многих нас интересует запуск первых токенизированных адресных проектов на базе платформы Transnet. Это третий, четвертый квартал этого года, четвертая часть, скажем так, третий, четвертый квартал этого года, проведение публичных предложений новых проектов на базе Transnet. Это до конца этого года будет так, чтобы в 2020 году, в 2019 и в 2020 году в какой-то части сдача в эксплуатацию первых токенизированных адресных проектов. Что это дает мне, вам, ему, ей, кто, мы являемся сегодня инвесторами, мне в перспективе видение, что уже к концу этого года так называемый вопрос, ответ на вопрос, А когда ЗИН, эти, скажем, бумажки, акции можно будет продать, если приспичило покушать, да, или что-то сделать, или что-то прикупить, или в крайнем случае кредит отдать, у кого ума хватило, такую глупость сделать, да, чтобы это приобрести. Такая возможность будет, но будет она не сразу и не прямо. Сегодня надо прямо четко знать, что будут свои условия, я не берусь обсуждать и говорить, что и как будет, Но важно то, что уже было высказано, когда, ну, как бы анонс был, вот, этой самой, прототипа комплекса, извиняюсь, не прототипа комплекса, а платформы Транснет. Вот, и это важно существенно учитывать. Значит, я позволю сейчас, так, тут есть вопросы, но там нет описания юниконтов, так, забыли про юниконты, все сомневающие, но как я зададите, любой вопрос, правильно, Ирина, вот, вот женщины впереди планеты всей, Владимир, это если смотреть на картинку, первый адрес будет сдан, сдан или только будет строиться, нет, станут 2000, не первый, а первые пилотные проекты, которые вот подбираются, Сейчас идет подбор, с чего начать, я не исключаю, не исключаю, что первым адресным проектом, который пойдет вот по этой схеме, на базе вот этой схемы, будет высокоскоростная, то есть сертификационная трасса высокоскоростного транспорта, понимаете, она выходит за пределы Экотехнопарка, неважно, где она будет, может, их две будет, тоже как вариант, понимаете, И эта база, это самый, ну, скажем, близкий к телу, к нашему рубашка, это надо доделать, это надо довести до ума, это фактически 2018 год, это все 11, 12, 13, 14, 15 этапы, основные суммы, предусмотренные, инвестиционные суммы, это вот как раз на сертификацию этой высокоскоростной трассы, Поэтому все верно, так, Татьяна, этот вебинар не посвящен техническим вопросам, правильно, еще раз, спасибо, Татьяна, когда, когда, когда будут первые дивиденды, Владислав, если смотреть бизнес-план, то они уже должны быть, нет, не в 2000, они должны быть по бизнес-плану в 2019-м, Я, ваш покорный слуга, Владимир Маркович Маслов, значит, смотрел и так на бизнес-план, и так на бизнес-план, да, там есть, значит, Иван показывал, что значит получить эти дивиденды в 2019 году за 2018 год. Не выстраивается это, потому что в 2018 году у нас еще нет готовой высокоскоростной трассы. Но, но, но есть реальная возможность, дорогие друзья, запустить адресные проекты и удачно запустить вот этот процесс. И я не исключаю, что умные эксперты, которых мы будем привлекать, слегка привлекаем сейчас, это дорогое, чем удовольствие, вот сейчас больше так на уровне вопрос-ответ, а не работа, заказ работы, да, вот, потому что всем интересно с нами работать. Вот, задается вопрос, и они говорят, что да, дорогие друзья, ваш проект может поломать логику выхода на IPO и логику, значит, проектов. Но еще раз, вы спрашиваете меня про дивиденды, а дивиденды откуда дивиденды получаются, 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 получаются дивиденды, вот откуда. Дивиденды получаются из прибыли проекта первого и проекта X. Первый может быть первый, а X может быть тысяча первого, как ночи, тысяча первой ночи. Прибыль, вот она сюда скапливается, все эти прибыли, все доходы идут сюда, ну или скажем так, прибыль от проекта является доходом компании, компания в свою очередь свои расходы отчисляет и распределяет прибыли на эти две компании, акционерами, которыми мы являемся и ждем здесь внизу акционеры, ждем дивиденды. Поэтому вопрос только в том, дивиденды можно выплатить, но величина дивидендов, она будет зависеть от того, сколько проектов будет освоено и сколько реальной прибыли получено вот сюда в эти две компании. Все, поэтому официально если, например, упереться и сказать, да будут тебе прибыли, да будут тебе дивиденды, ну будет 10 долларов всего дивидендов, ну вроде дивиденды, я когда-то такое проходил, понимаете? Поэтому в принципе не гоняйтесь за дивидендами, когда вы говорите дивиденды, вы представляете одну, вы представляете хорошую сумму такую, знаете, чемоданчик там, ну не знаю, ладно, кошелек, такой вот кошелек, в котором есть деньги, да, вот, я представляю дивиденды, это серьезные дивиденды, понимаете? Поэтому дивиденды это может быть и 100 долларов, дивиденды может быть и 100 тысяч долларов, разница есть, есть, цифры разные и масса разная дивидендов, но дивиденды они есть, понимаете? Потому что я в жизни разные дивиденды тоже уже получал и знаю это. Вот, срубить, это не к нам, так, Новгород, но ведь еще не построили, за год, успеем, успеем, и где все-таки начнем ее строить? Ну, узнаете, как так будем строить. Анатолий Дарвич, очень хорошо, вот сегодня, когда Алексей показывал или запускал ролик, там было хорошо сказано, все, забудьте, после того, когда проект будет подписан, все договора будут, все договора будут подписаны, приложения будут подписаны, уже ничего нельзя будет, хотя все равно можно еще что-то менять, то тогда только вы услышите о проекте, но не о деталях проекта. Вот в чем, дорогие друзья, и мы находимся сейчас на такой стадии, это надо очень четко понимать и не выкручивать руки, понимаете? Закладывает все адресные проекты, да, не закладывает, нет, не совсем так, Николай Песков, закладывает во все адресные проекты, которые пойдут на выплаты инвесторам, нет, не 25%, вы не совсем, вы слышали, скорее всего, звон, мы не знаете, где он, прошу прощения, Николай, дело в том, что в каждый проект закладывается присутствие не менее 25%, это разные вещи, понятно, да? Вот когда, если бы мы сейчас эту схемку, у меня нету тут сейчас под рукой схемы, я бы показал вам, как Global Transport Investment, как вот эта компания участвует во всех мировых проектах, да? Вот там закладывается в каждом проекте не менее 25% в конечном итоге, то есть построили, можно уменьшить долю присутствия, но на стадии строительства не закладывается прибыль, ведь этим мы сами работаем на то, чтобы проект был более дорогой, понимаете, да? Вот, поэтому там в строительных проектах закладывается от 5 до 12%, как правило, как правило, и это рассчитывается не по тому, как Юницкому в голову взбрело, а рассчитывается по так называемой окупаемости проекта, по его инвестиционной привлекательности и так далее, там масса критериев, по которым устанавливается это, и по одному потому сказать, что все, 25% железно, нет, это не совсем так. Так, вот, значит, Новгород и слава богу, Юра, а в среду по европейскому, кроме строительства надо заказчикам продемонстрировать, заявляем скорбь, конечно, не продемонстрировать заказчикам, для этого Эко-технопарк Владислав и строится. Эко-технопарк это практически, ну скажем, прототип площадки, вот вы идете в Тойота-центр, все, вы смотрите, ну, Тойота-центр, Тойоты уже 100 лет делают, если не больше, да, нет, чуть меньше, вот, а Форд делают уже 100 лет и более, вот, и поэтому вы там смотрите, вы знаете, что, какова скорость, а тут есть Эко-технопарк, пришли, посмотрели, есть сертификация, где четко написано, что какая-то по сертификату на бумажке, четко написано, что скорость какая-то, можно показать эту скорость, приехал в Эко-технопарк, ведь дело не ограничится одним Эко-технопарком в Марьиной Горке, это первый Эко-технопарк, это пилотный проект для того, чтобы технология ожила, еще будут на всех континентах будут Эко-технопарки, дорогие друзья, и будут яблони, на Марсе будут яблони свести, дорогие друзья, так и наши Эко-технопарки будут на каждой планете, может быть, даже на Марсе, чем бы и нет. Только сначала надо Матушку-Землю привести в порядок, нечего туда впереть на этот Марс. Кроме стерилизованных заказчиков, да, все правильно, так, вернее, обращайся. Юра, спасибо, но не могу, я такой уж заводной. Так для высокоскоростной трассы надо еще минимум 20 скоростной трассы построить, а уж апрель, ну что, Владислав, есть апрель, ничего не поделать. Если вы будете, ну да, ладно, не буду сейчас угрожать. Значит, таким образом, таким образом вернемся обратно. Таким образом, дорогие друзья, идем дальше вернее. Значит, все понятно с этой, меморандум. Вот смотрите, значит, что показывает процесс, процесс показывает, что мы еще не знаем, чем мы вообще занимаемся и какие у нас права. Так, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что существует меморандум. По меморандуму много, значит, вопросов, когда будут менять меморандум, дополнять его, что-то там делают. Он не будет меняться, дорогие друзья. Есть дополнение, задается вопрос, что, ну вот там есть аудит компании, у нас кто сейчас занимается хозяйственной деятельностью? Одна только компания, ЗАО Струнные Технологии, значит, Минская компания, Белорусская компания. Вот ее аудит вы можете на сайте этой компании увидеть. Аудит 2016 года. Аудит 2017 года будет в середине года, может быть, июль-август. Это правила такие, что первая половина года уходит у компании на сверху, там, тем более, если очень много закупок, если много очень различных подрядных работ, все надо абсолютно выверить, все надо аудитору проверить, и это занимает немало времени. Вот, и аудит по законам в различных государствах по-разному, но в целом в течение первого полугодия, если года следующего зааудитируем, все должно быть сдано, сверено и заверено аудиторам. После этого можно подписывать документ и показывать его, выставлять его для официального доступа, открытого доступа. Вот, поэтому, что касается дополнений. Меморандум был составлен в свое время на проект. В нем основным документом является договор, значит, договор, договор обеспечения... Господи, как же, так заболтался, да? Значит, конвертируемого займа, извиняюсь. Договор конвертируемого займа, который определяет практически все основные моменты. Но, тем не менее, в меморандуме есть различные толкования, есть различные моменты. Я сейчас не буду больше о структуре самого меморандума. Его формат, основным элементом в нем является договор конвертируемого займа и приложение, которое есть. Плюс документы, которые показывают, что да, реально, Global Transport Investment есть, в ней есть такой акционерный капитал, есть дочерние компании, которые были... есть Евразия Народская и Системс Холдинг, ей принадлежит столько-то акций, которые внесла... которые внесены в Global Transport Investment. То есть, вот по этой схеме... Пардон, я туда поехал. Вот имеется эта схема. Ну, неважно. Одним словом, что есть такая компания, вот, такие компании плюс есть заострованные технологии, и так далее, и так далее. То есть, это все там есть. И это важно. Теперь по договору конвертируемого займа, который нас больше всего связывает, и благодаря которому он настолько, ну, скажем, нормально выстроен, что по нему видно, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Толкование. Там масса различных терминов. Ну, можно ознакомиться и станет немножко умнее. Инвестирование. Цена сделки. Что это такое? Не забивайте себе голову. Это процесс юридическими словами, которые описывают то, что происходит и как проект инвестируется. Передача обеспечительных акций. Это более важный момент. Там как раз в третьей главе расписано целый ряд интересных моментов, которым я еще не приду. Гарантии компании и ограничения ответственности. Гарантии поручителя. То есть, у нас есть три стороны в договоре. Компания. Это Global Transport Investment. Поручитель и агент. Это в нашем случае это Скавей Капитал или же Скавей Местбрук. И инвестор, который передает. Это поручитель и гарант. Он как бы обеспечивает продвижение, с одной стороны, инвестиции от инвестора до объекта. С другой стороны, он обеспечивает инвестору получение залога, когда он изъявляет свою волю и желание. Далее гарантии инвестора. Там описаны коротко. Конфиденциальность, уведомления, бля-бля-бля. Там много чего идет. Применяемое право. Здесь очень важно ответить вам, что применяется именно право английской Великобритании. Правого пространства Великобритании. Спор решается в Лондонском международном третейском суде. Там есть приложение список документов. Второе – это соглашение о представлении права требования. Акции и реакционные соглашения. Вот основные документы по договору о конвертированном займе. Теперь несколько подробнее. Цель самого меморандума, чтобы вы знали, что это такое, цель – описать юридическую структуру. Все, что я говорил, это как раз там и есть. Правового обеспечения проекта Скайвей для инвесторов-кредиторов. Меморандум должен использоваться или распространять только для целей проекта. Размахивать им на углу нельзя. Принимая меморандум, инвестор принимает условия проекта и риски, связанные с этим. Это всегда надо помнить. Договор о конвертированном займе – основная часть этого документа. Теперь, на что важно обратить внимание в договоре о конвертированном займе, дорогие друзья. Пункт 2.1. Обязательно в случае непринятия залога. Значит, в этом пункте сказано, что если вы не берете, есть два варианта. Видите, да? Ведь фактически у нас есть два варианта. Первый вариант – это взять, получаю залог, беру, изъявляю так, требуем на получение. То есть я использую опцион, да? И становлюсь, с одной стороны, проинвестировал, получил залог акции, решил, забираю эти акции, становлюсь акционером. Я в реестре акционеров, я, значит, акционер. Только с этого момента. Имею все выгоды и риски акционера. Здесь есть выгоды и есть риски. Об этом не буду повторяться. Есть второй вариант – получаю гарантию через 3 года, возврат суммы, которую я инвестировал. То есть я инвестировал доллар и хочу получить доллар обратно. Я не хочу 100 акций, которые мне дают в заводе. Понятно, да? Вот, и получаю, есть надежда получить с прибыли, если она таковая в компании будет, процент там не более, по-моему, 3,5-4%. Вот, решаю ждать возврата суммы, оставлюсь кредитором. Но он настолько гуманный договор, что я могу это право, вот это право, залог использовать до истечения там определенного срока и все-таки принять решение и воспользоваться требованием акционом на акции. Вот. А не оставлять за собой только требование на возврат внесенной инвестиционной суммы. Поэтому это очень важно понимать и знать. И обязательство, чтобы вы понимали, в пункте 2-3 иногда люди спрашивают, какая, почему прибыль, какое обязательство, о чем это. Вот это и есть обязательство компании выплатить прибыль в случае, если человек или инвестор избрал вот этот второй путь, вот эту прибыль. Возврат суммы плюс прибыли вот этого процента. Ни о какой другой прибыли речи не идет пока здесь, в этом договоре. Вот. Пункт 3-5. Право получить собственность обеспечительной акции. Очень хорошо описано. Там просто вот рекомендуют прочитать. Вот. Все. Никаких сомнений быть не может. Право участвовать два раза в первичном публичном размещении акций компании. Пункт 3-9. Там есть подпункты еще. Всякие сомнения отметаются. А будет ли, а не будет ли. Это вообще четко в договоре описано. И, значит, но с другой стороны пункты 3-10 не гарантирует успешное размещение. То есть размещение на IPO может быть удачным, успешным, а может быть и неуспешным. Что такое неуспешное? На IPO акции выводятся, свободные акции выводятся по их номинальной стоимости. Одна акция, один доллар. Успешным является то, когда котировка акций сохраняется с такой, какая она была в погоде. Но для меня, для инвестора, в любом случае, все котировки, которые будут выше моей себестоимости, обретение залога, через залог этих акций, для меня это уже успешно. Потому что сегодня, пока еще, пока еще 10 этап не закончился, я могу этот пример использовать. Сегодня я или ты, или она инвестирую 1 доллар, получаю в залог в среднем 100 акций по номинальной стоимости в 1 доллар. Вот, понятно, да? Поэтому это значит, что себестоимость тех залоговых акций, которые лягут на мой, после того, когда я в рассрочку там кончу, или когда я вот эту сделку осуществлю по этому договору, да? На пакет, который я приобретаю, я все пакет приобретаю, а не единичные какие-то акции, да? Хотя единичные там и не приобрести, кстати. Поэтому на этот момент я получаю это право, вот, или получаю вот такие акции. И сегодня у меня стоимость ее 1 цент. Все, что выше будет на IPO выше цента, это уже мне моя выгода. Согласны? Согласны. Поэтому это надо учитывать. Но никто этого гарантировать сегодня не может, что будет выше или ниже. Может быть даже ниже. Поэтому от чего это зависит? Это зависит от того, насколько успешно развивается проект. Поэтому не надо спешить с вылазом на биржу. Надо готовиться, надо работать. Так что все впереди. Не гарантирую стежеробзмещения. Но я вам хочу сказать, что, к счастью, мы с вами находимся в проекте, который, это транспортный проект, он жизненно необходим во всем мире. Не важно, там, идут параллельные какие-то разработки, не идут они, мы идем впереди, и поэтому проекты такие очень выгодные всегда. И, как говорится, время покажет правоту моих слов и правоту самого проекта, его выгодность. Но, как говорит бабушка Сибирякова, дай бог нам дожить до этого времени. Доживем, не волнуйтесь. Так, и теперь, что у нас еще здесь с вами по меморандуму дивидендов. Поэтому мы говорили с вами и 2018 год, о котором я еще тоже вам хотел, а так-то есть вопросы. Доля, конечно, у Марковича написана акция. Да, Владислав, у Марковича написана акция, и Маркович прав. Но, понимаете, Владислав, вы так редко приходите, скорее всего, значит, к нам. И Ирина вам могла бы сказать, и не только Ирина, а другие посетители, что вопрос-то в том, что, значит, доля, это для определенного рынка используется как термин. Потому что акция является как флажком, ага, сказал акция, значит, ты торгуешь акциями. Или акции нельзя вообще нигде не предлагать ничего делать с ними, не разбираясь ни в чем. Поэтому пришли к выводу, что давайте используем долю. Хотя фактически в акционерном обществе акционер проявляется не через долю, а через акцию. Долей является то, какова доля его акций во всем акционерном капитале, во всем акционерном, во всех акциях этого акционерного общества. Поэтому не забивайте на терминологию сейчас голову. Акция, она есть акция в Африке. В английском языке share есть share. И только определяется, имеем ли мы с долями или с акциями, тем, какова форма предпринимательства этой компании, о которой мы говорим. Если это ЛТД, то это акции. Если это ЛЦ, ограниченная ответственность, да, общество ограниченной ответственности, то мы им делаем с долями. Понятно, да? В данном случае мы им делаем с ЛТД, значит, с акциями. Это так, для посвященных. И в чем отличие акции или доли? Понятно, Татьяна из Самары, Малахова. Мы не реализуем акции нигде в мире. У нас же ведь комплектируем займ. Что это значит? С одной стороны, вернусь обратно, дорогие друзья, смотрите. С одной стороны, человек носит, инвестирует в проект, получает залог. Так вот, вот он получает залог в виде акции Евразия, Наталья, Систем, в полном два уже. И у него появляется требование. Он еще их не получил, ничего. Требование забрать залог. Это купля, продажа? Нет. Если вы покупали бы, вы могли бы их продать. Вы можете сегодня продать, Татьяна? Не можете их продать. Поэтому это не продажа. Сейчас идет, заварился большой процесс в Австрии, в Германии. Там, значит, благодаря, в кавычках, благодаря тому, что наши ряные инвесторы открывали там сайты, значит, понабещали бог знает чего, дурили народ, рассказывали сказки. Вот, и сейчас там много серьезных дел. И это пахнет серьезной ответственностью, дорогие друзья. Поэтому надо очень четко понимать, чем мы занимаемся и что же это стоит. Без полномочий, лицензий. Правильно, конечно, но мы акциями не торгуем. Нет продажи. Ни акций, ни доли, ничего. Назовите вы хоть чем угодно. Хоть топором это дело, понимаете? Но как только вы доходите до реестра, вы все равно акционер. И там акции в реестре акционеров. Акции, дорогие друзья. А вот в плане термина доли, ни лицензирования, ни разрешения. Да какая ерунда. Не на слово дается лицензирование, а на содержание, уважаемая Татьяна. Возможность продакции на внешнем, внутреннем рынке. Компания будет осуществлять. Ну, узнаете, Владислав, когда это будет. Пока. Вот вы невнимательно. Вы тут это самое. Разошлись на вопросах, хотя это тоже хорошо. Вот если бы я внимательно на вашем месте слушал бы, да? То я бы подумал, ага, похоже, здесь уже начнет что-то просветляться. Понятно, да? Вот здесь. Уже что-то, какая-то возможность начинает появляться. Это четвертый квартал этого года. Вот я для себя какой заводчик беру? Не знаю, как вы. Это мое мнение. Я ничего не обещаю. Я эксперт. Ваш покорный слуга. Когда закончится доля? Ирина Новгород. Доли. Я доли не знаю, когда закончится. Но акции корневой компании. Вот сейчас покажу вам эту компанию, да? У меня нет тут, к сожалению, сегодня слайда. Да, бокс не. Не корневой компании акции закончится, дорогие друзья. Да? А закончатся у нас акции Евразин. Акции Евразин Релскавиа Систем Сфолдинг. Или Евразин Релскавиа Систем Сфолдинг 2. Какой-то из этих компаний. Вот они здесь есть. Здесь лучше видно. Или этой, или этой. Дело в том, что остались акции этой. Всего до конца 15-го этапа. Где-то я считал так, на коленке, значит, что где-то еще осталось порядка, значит, инвестиций где-то на 120 миллионов. И акции осталось, ну, вот считайте, каждые, значит, 3, значит, следующие 4, 3, 2, 20, ну, где-то порядка. Не буду врать, сейчас не могу вспомнить. Осталось достаточно много еще миллиардов акций залоговых. Они рассчитаны все до конца 15-го этапа. Когда закончится долик одного? Они закончатся, когда этап закончится. Может быть, раньше. Потому что этапы могут, я где-то там рисовал, что, на мой взгляд, я так думаю, что 11-й этап мы более-менее спокойно проживем. Он, вот, он традиционно будет, скорее всего, короче. 12-й, 13-й пройдет достаточно быстро, 14-й. И выскочим мы достаточно быстро к 15-му этапу. Так что до конца этого года все, все доли-акции закончатся. Вполне возможно. Те, которые даются в залог сейчас. Но это не значит, что закончатся акции компании Global Transport Investment. Так, дорогие друзья, я смотрю, тут у вас вопросов нету. Завершение. 2018-й год на запуску. Переходы с 10-й на 11-й. Видите, подготовка и строительно-монтажные работы по ряду адресных проектов. Они начнутся в этом году. Однозначно. Переход на 12-13 минует и 14-й на 15-й. Строительство сертификационной высокоскоростной трассы. 2018-й год. Ввод поэтапно в действия платформы Transnet и ее пилотное применение на адресных проектах. Об этом мы тоже сегодня говорили. Подготовка и проведение ICO. В рамках вот этой платформы Transnet. Она не совсем в чистом виде ICO. Но все элементы ICO там присутствуют. Под реальные проекты на базе платформы Transnet. EcoFest 3. Июль-Аугуст. Подготовка к IPO. Потихонечку она идет, дорогие друзья. Отрабатывается целый ряд действий. Так что не волнуйтесь. Создание представительств Capital в различных регионах мира. Уже дело идет. Мы говорим о реструктуризации Capital. О создании всемирного фонда. Но фонда не в смысле копилки денег. А фонда как структуры, которая обеспечивает в различных регионах все виды деятельности. Обеспечивающие строительство и развитие проектов Skyway. Выход на серию адресных проектов при проектной разработке, проектировании. Мы об этом говорим. Создание всемирной сети народного финансирования, проектов и социальной поддержки инвесторов. Мы сегодня даже не представляем себе еще. И я пока даже не открываю рот на эту тему. Только вот слегка обозначаю, что вот платформа Transnet и логика, которую мы сейчас закладываем во весь процесс, позволяет нам использовать сети. Дорогие друзья, кто еще не ленив или кто еще задумывается над тем, что строить, не строить сеть, слушать оплайн, не слушать оплайн, не использовать оплайн, не использовать оплайн. Так, задумайтесь, великий процесс, очень большие возможности здесь, которые дает Skyway, технологии Skyway. Создание структурно-инженерно-технического кадрового обеспечения адресного проекта в рамках вот этого всемирного фонда. Инотранс 2018 в Берлине в сентябре с 18 по 20. Конференция там, естественно, будет, да? И начало строительных работ по адресным проектам. Все в этом году будет. Не теребите мою душу и не спрашивайте, какого числа это будет. Будет, как только будет, все подписано будет, узнаете об этом первыми. Так, что нового по Skyway в США? Пока ничего, кроме того, что я в прошлый раз забыл вам рассказать про... Я как раз был в 80 километрах от того места, где произошла убера, значит, при испытании робота несчастный случай. Погибла достаточно молодая женщина, вот, робот, не перекрестившись, наехал на нее, сбил ее, вот. Так что ничего более нового не могу вам сказать. Вот, Сибиряков прогнозирует, как капец, или после него... Ну, да, вполне можно и так. Да, почему? Сибиряков может быть и правда же. Я тоже так думаю, поэтому пользуйтесь возможностью, заканчивается хороший десятый этап, вот, осталось тут еще немножко дней, вот, поэтому, так, как же штат Невада, что там со штатом Сибиряков обещал там построить АФР. Ну, Владислав, еще не вечер, поэтому, значит, и с Невадой разберемся, и на все места хватит. Вот, Наталья Владимировна, расскажите вкратце о умном доме. Вкратце о нем не рассказать, Наталья, об умном доме, да. Я сам живу в достаточно умном доме не потому, что я себя считаю умным, а потому, что в нем очень много, отрегулировано все, процессы экономии. Я, если перевести, ну, в Еврах, да, в Еврах я примерно дом 156 метров, сейчас он немножко расширился, да, вот, 156 метров, я вот восьмой год уже там живу, и потихоньку я вот все умнее умнее делаю, вот, и пользуюсь землей, ну, как тепло земли, не какими-то там, и на них уходит три холодильника в доме, там много чего еще есть, уходит всего, я практически плачу только за электричество и за небольшую утилизацию отходов, которые идут в канализацию, вот, она тоже будет через биоочистные сооружения, практически можно загонять эту воду обратно в трассу. Вот, у нас там такое поселение есть, и это позволяет практически, ну, щадить природу, и если бы я сравниваю с тем, что сын платил какое-то время, когда он жил в городе, и его семья, они платили там 300 евро за квартиру различных, ну, скажем, коммунальных платежей, я плачу в среднем погоду 150, 150 евро в среднем погоде, там все полностью, понимаете, да, у меня свежий воздух постоянно, потому что есть принудительная вентиляция, она специально, есть увлажнение воздуха и так далее, причем это не сильно умный дом, он где-то А, значит, А-класс, это значит, что расход энергии на квадратный метр в год где-то порядка 50 кВт на квадратный метр в год. Значит, обещал, значит, построим, так, лейца, а вот еще в экотехнопарке есть интеллектуальная ограда. Да, есть с модуны, ее предлагали кому-либо уже, она находится во применении в мире. Да, вопрос хороший, Владислав, вот видите, у вас тоже просветление бывает раз за разом, прямо вот одно за другим. Мы работали, значит, с несколькими возможными заказчиками, но она требует такое достаточно глобального применения, и не имеет смысла ей заменять что-то, ее имеет смысл использовать в новых проектах. Пока интеллектуальная ограда не является, ну, скажем, примарным. Если кто-то продвинет, то ей можно пользоваться, там очень интересное решение есть. Мы рассчитывали с одной компанией здесь в Эстонии, два варианта. Первый вариант, когда пограничники Эстонии, ну, Эстония приняла решение построить ограду между Россией, пограницами между Россией и Эстонией, то было предложено, как заменить на эту ограду то, что предлагают другие компании, и оказалось, что это в пять раз дешевле, чем построить простую тупую ограду, да, двухслойная ограда была бы по технологии Скайвей, но с финансированием проекта застопорились, и это оградами строится. Вот, и второе для нефтехранилища большого, но там ограничились тем, что невыгодно на таком объеме заменять существующий патруль на, значит, периодически охраняющий, проезжающий патруль на систему такую пока. Вот, выгодно для порт, аэропортов, есть вариант и так далее. Пока четко никто не работает над маркетингом этой системы, поэтому она так вот, ну, примеряются к ней, но она пока еще, по моим данным, не получила. Как может, это инвесторам Скайвей для участников? Ну, нет, нет, почему? Оградить можно, конечно, почему бы нет, поэтому принцип, она достаточно интересна, она прозрачна, но ведь, понимаете, инвестор Скайвей, если посмотреть, ну, скажем так, две трети мира хотят за темным забором сидеть. Вот. Так, дорогие друзья, время наше истекло, начинается другой вебинар, я рекомендую всем, кто стремятся и будет стремиться строить вот это вот, дорогие друзья, все эти, там поучаствовать, сегодня будет достаточно интересная часть, последняя часть, все дальше будет только у вас в записи. Благодарю вас за внимание, желаю вам добрых дел, добрых сил, доброго здравия, завершения Пасхи, пасхальной недели, встретить ее достойно, спокойно, умиротворенно, потому что процесс такой, какой он есть. Желаю добра вам, вашим близким, доброго здоровья, строй Скайвей, спасай планету. До следующего раза, дорогие друзья, всех благ.